привет и снова я со своими почти нотациями и так сегодня у нас на очереди либерализм о это чудное слово которое разного рода патриоты о которых я уже говорил в прошлом выпуске с удовольствием валяют в грязи если где-нибудь случилось что-нибудь непотребное то записные патриоты немедленно спишут это на проявление либерализма и так старая добрая википедия что ты родная скажешь мне по этому поводу либерализм от латинского либералис свободный философское и общественно-политическое течение провозглашающая незыблемость прав и индивидуальных свобод человека прав и индивидуальных свобод то есть если кто-то нагадил прямо на тротуаре то это не есть проявление либерализма похоже друзья мои у меня для вас плохие новости вы все либералы да да но не пугайтесь это не так страшно как может показаться вначале для облегчения процесса понимания предлагаю вам для начала уяснить одну простую мысль государство само себя не представляет всегда есть человек который говорит и главное действует от лица государства вот стоит на дороге гаишник петров а вы знак шипы не нацепили вас штрафует государство но представляет его гаишник петров вот представьте себе попали вы в аварию ну как вы стоите вы на светофоре а вам взад въезжает например бмв а за рулем у того бмв в налину пьяный дедуля ну казалось бы картина ясная но как на грех оказывается этот дед не простой а полковник гибдд и вот ситуация уже перестает быть такой однозначный и вы плавно из потерпевшего превращаетесь в виноватого ну вы такой да как же так как же равенство всех перед законом чувствуете эти либеральные нотки задрожавшие в вашем голосе это первые признаки либерализма который начинает растекаться по вашему телу не надо этому противиться это естественный процесс конечно найдется угрюмый пенсионер который быстро одернет вас всегда было так начальство там и всякие милиционеры завсегда силу свою показывали супротив простого человека и он этот дед будет прав всегда так было ну и что представляете если бы люди не выходили из лесов не разжигали костров не строили туалетов не шили одежду не чистили зубы ведь они могли бы вот так говорить за всегда ходили гадить на улицу перед домом нафиг нужны эти новомодные сухие теплые чистые туалеты и пахнет там странно ромашками вы же хотите равного суда но только честно посмотрите на себя в зеркало и ответьте я не спрашиваю возможен ли он я спрашиваю хотите ли вы как например мороженого в жаркий летний день мороженого может за версту не быть но желание же от этого не пропадет или чтобы мы люди летали к звездам хотите сейчас это невозможно но мы же хотим чувствуете краснеет щеки растет возмущение это вас пробирается либеральная зараза будьте осторожны ну или вот еще ситуация есть у вас дачка обычная дачка домик земля забор колодец и вдруг великая наша родина решает что по вашей дачке должна пройти могучая автострада которая соединит два великих российских города чтобы экономика наша крепла внутренние связи крепли жизнь страны наливалась соками жизненными закрома засыпались чем-то важным нужным и полезным ну вот незадачка земля ваша которая вчера еще стоил к примеру 500 тысяч неожиданно стала стоить 50 вы немного удивлены как так а вам в ответ про соки жизненные про родину и закрома вы в суд а там вам закон показывают все правильно ну ничего страшного скажет большинство из вас потерпит человек ради силы и мощи родины это все так пока не касается лично вас а как только коснется 99 процентов возмутиться столь наглым поведением родины да и почему человек должен терпеть почему сила родины не в том чтобы человек был счастлив и уверен в себе свои собственности стоимости своей собственности в уверенности что никто никогда не отберет у него его собственность а в несчастье и неуверенности что родине то от этого есть отдельные члены общества выступающие от имени родины и их мотивы ясны но они же не родина они же только говорят, что они родина. Вот я, к примеру, сейчас вам скажу, что я, например, Мел Гибсон. Вы же мне не поверите? Какого лешего вы верите чиновнику, что он родина? Что интересы ее именно в несчастье нашего гражданина, который виноват лишь в том, что не стал важным чиновником, а стал, я не знаю, учителем истории. Странно ведь, правда? Интересы гражданина всегда важнее интересов родины, потому что интересы родины в том и состоят, чтобы интересы гражданина отстаивать. Конечно, я сознательно подменил слово государство словом родина. Это главный принцип, на чем основаны все несправедливости в нашем обществе. Государство прикидывается родиной, и на этом основании требуют жертв. И это неправильно, потому что жертвы эти, как правило, не обязательны и ведут не к спасению Родины, а к обогащению конкретного представителя государства. И это никуда не годится, господа либералы. Ведь я же вас убедил, что вы либералы. Подписывайтесь на этот блог, если вы согласны со мной. А так, всем удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok